Озвучено Яндекс Спичкит. Каждый ребенок, рожденный в Российской Федерации, должен своевременно получить документ, подтверждающий факт его рождения. Однако многие родители откладывают получение этого документа на потом. Так делать не следует, поскольку именно на основании свидетельства о рождении СОР, ребенок может получать социальные льготы, предусмотренные российским законодательством. Кроме того, может понадобиться подтвердить свое родство с ребенком и свидетельство о его рождении лучший вариант такого подтверждения. Выясним, как получить свидетельство о рождении в Москве. Свидетельство о рождении, что представляет собой. Свидетельство о рождении ребенка – это официальный документ, выдаваемый государственными органами на защищенном от подделки бланке строгой отчетности и подтверждающий факт рождения. Оформляют документ органы ЗАГС по заявлению одного из родителей малыша. Зарегистрировать рождение нового гражданина родители должны в течение 30 дней с момента появления малыша на свет. Однако никакого наказания за нарушение этого срока не предусмотрено, и многие откладывают решение этого вопроса на потом. Без СОР родители лишаются возможности получать медицинскую и социальную помощь на малыша. Кроме того, до 14 лет, когда россияне получают паспорт, именно СОР служит основным документом, удостоверяющим личность гражданина России. В новых заграничных паспортах РФ место для внесения ребенка не предусмотрено, и если у родителей именно такие паспорта, для зарубежных поездок на ребенка нужно оформлять отдельный паспорт. Независимо от его возраста. Однако в 2021 году еще действительны паспорта старого образца, в которые можно вносить сведения о детях. В этом случае СОР может быть использована и в заграничных поездках. Правда, для таких поездок чаще всего документ должен пройти процедуру апостелирования. При каких условиях можно получить? Чтобы получить СОР в московском ЗАГСе или МФЦ, необходимо соответствовать хотя бы одному из следующих условий. Ребенок должен быть рожден в роддоме столицы. У отца или матери ребенка должна быть регистрация по месту жительства в Москве. Если оба родителя иногородняя, но ребенок появился на свет в столице, отправляться за свидетельством по месту постоянного проживания не придется. Справку можно будет оформить в одном из ЗАГСов Москвы. Правда, следует учесть, что некоторые отделы ЗАГС регистрируют таких детей только в том случае, если ребенок родился в родильном доме, относящемся к их территории. В связи с этим, перед тем, как отправиться за СОР, уточните этот вопрос. Где можно оформить? Самый быстрый метод получения СОР – обращение в ЗАГС по месту вашего проживания. В этом случае, предоставив необходимый пакет документов, вы получите документ примерно в течение часа. Однако, этот метод может оказаться не самым удобным. Дело в том, что один час исчисляется с момента подачи заявления необходимых документов. В ЗАГСе же может быть очередь. Поэтому, если вы выбрали этот метод, лучше записаться на прием посредством портала госуслуг www.gososlagge.ru. Учтите, что для пользования этим порталом необходимо зарегистрироваться. Эта процедура займет несколько дней, но потом вы сможете получать государственные услуги намного проще, а пошлины уплачивать со скидкой. Можно зарегистрировать появление ребенка на свет онлайн и на официальном сайте Москвы. Кроме того, в столице действует большое количество многофункциональных центров МФЦ. Регистрация рождения через официальный сайт города Москвы. Сайт москвых ТПТСДС www.mos.ru.oslagge.semedete.de.20107 предоставляет москвичам множество возможностей. Правда, для пользования им тоже необходимо зарегистрироваться, но сделать это проще, чем на госуслугах. Нужно перейти по этой ссылке login.mos.ru.sps.reg и заполнить сведения о себе. После этого активируйте клавишу «Зарегистрироваться». На странице в сайтах ТПТСДС www.mos.ru.oslagge.semedete.de.20107 нужно выбрать тот вариант регистрации ребенка, который соответствует вашему случаю. Далее заполняйте открывающиеся вам формы. Интерфейс сайта очень удобен и понятен. Нужно будет указать отдел ЗАГСа, выбранный для регистрации, сведения о ребенке и его родителях, контакты для связи с вами. После того, как система проверит введенные вами данные, вам поступит приглашение на получение СОР, список МФЦ города Москвы. Если вы решили получать свидетельство о рождении в МФЦ, нужно выбрать из них тот, который находится ближе к вам. Для удобства наших читателей дадим список МФЦ Москвы с их адресами. Скачать докс 24 килобайта, единый справочный телефон МФЦ Москвы, плюс 7 495 777 777. За исключением МФЦ поселений, все центры работают без выходных дней с 8,00 до 20. 0.0. Процедура получения. Для оформления СОР необходимо подать в выбранный вами орган регистрации следующие документы. Медицинское свидетельство о рождении имеется в виду справка из роддома, в которой указаны пол. И время рождения младенца, а также сведения о враче, принимавшем роды. Срок действия справки 30 дней. Паспорта родителей. Документ о заключении брака, если рождение произошло в браке. Заявление отца о признании отцовства, если брак не зарегистрирован. Согласие о суррогатной матери, если прибегали к ее услугам. Документы подаются в ЗАГС лично или через МФЦ. Если ребенок рожден вне медицинского учреждения. Если роды произошли вне медучреждений, необходимо вместо справки из роддома приложить показания свидетелей, присутствовавших при рождении малыша, а также документ из больницы, куда рожениться. Обратилась после родов или справку от частного врача. Если этих документов нет, родство с ребенком придется доказывать через суд. Отказ в регистрации рождения. Если родители предоставили неполный пакет документов или документы оформлены неправильно, в выдаче сурр могут отказать. В этом случае следует получить письменный отказ с указанием его причины. С этим отказом следует обращаться в суд. Когда суд признает мать роженицей, органы ЗАГС будут обязаны зарегистрировать малыша. Замена на новый документ. Существует целый ряд причин, по которым может понадобиться заменить свидетельство о рождении. К таким причинам относятся порча документа, изменение фамилии, имени или отчества ребенка, усыновление, установление отцовства, обнаружение в документе ошибок. С заявлением о замене свидетельства следует обратиться в ЗАГС лично или через МФЦ. В отличие от первичной выдачи сур, которая производится бесплатно, за оказание этих услуг придется заплатить. За порчу свидетельство 350 рублей, за внесение изменений в актовую запись 650 рублей, при изменении фамилии, имени или отчества 1600 рублей. Изготовление дубликата. Иногда свидетельство о рождении крадут или просто теряют. В этом случае, как и при порче, оформляется дубликат документа. Восстановить в Москве свидетельство о рождении при потере, можно обратившись с соответствующим заявлением в ЗАГС или МФЦ. Стоимость изготовления дубликата 350 рублей. Где поставить апостиль на СОР в Москве? Для подтверждения легальности выданных в России документов за рубежом, может понадобиться их апостилирование. Это процедура постановки на документ, его нотариально заверенную копию, нотариально заверенный перевод специального штампа, называемого апостилем. На подлинник документа апостиль можно поставить в органах ЗАГС. На копии перевода свидетельства о рождении апостиль ставят подразделение Министерства юстиции. Заключение. Чтобы получить свидетельство о рождении в Москве, необходимо либо родить ребенка в этом городе, либо чтобы один из родителей был прописан в столице. Процедурой оформления СОР занимаются органы ЗАГС, куда можно обратиться лично или через один из многочисленных МФЦ. Первичная выдача документа производится бесплатно. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон Центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!